А мы с вами, друзья мои, вышли к легендарнейшему отделению, в данном случае, полиции, а тогда милиции. Здесь мы можем увидеть остатки былой роскоши в виде вот этого абсолютно засранного, замазанного камина. Постановили это перестать выглядеть как скины. То есть не надо ходить бритами, не надо ходить в бомперах, надо одеваться так, как одеваются простые парни. Включаем фонограмму. Просто послушайте. Некоторое всколыхнуло весь город. Минувшим вечером прямо во дворе медицинского университета был убит студент этого вуза вьетнамской национальности. Предполагается, что убийцы, их было несколько, принадлежат к экстремистской группировке. К этому часу задержаны 6 человек. Проверяется их причастность к убийству. Все подробности у Владислава Бриглазова. Дальше Владислав Бриглазов докладывает с места происшествия. Мы там будем финишировать. С вами печально знаменитого общежития номер 4. И у нас сегодня такой опять сборный эклектичный тур, который я выстрелил в некий единый концепт. Хотя это достаточно сложно, потому что нам по пути будет встречаться огромное количество компонентов, из которых можно этот экскурсионный тур сложить. Более того, рассказывать я буду, естественно, отнюдь не все. И в 1998 году я пришел в Летний сад, открыл блокнотик и начал писать Роман Корень, который закончил в 2008 году. Одним из главных героев его является то, что принято называть Skinhead, хотя это очень условное название на самом деле. И почему я этим занимался, будет понятно, в процессе нашего сегодняшнего тура. Начинаем мы вот здесь, возле бывшего ортопедического института имени Александра Федоровна. Наименее я такой, знаете, в советской риторике немножко пребываю. И построенный Робертом Нельцером, вот там с левой стороны, ну да не пойдем, там операционная. Здесь был специальный на месте питомника, где разводились возможные деревья, растения. Выделен вот этот вот участок. Во-первых, очень хорошо сохранился вот этот кирпич, довольно характерный для стиля модерн. Ну и раньше, вообще, когда я сюда приводил еще детские группы, я показывал наверх и показывал фотографии до этого. И говорил, что раньше там был купол, то есть это была церковь. Сейчас этого не нужно делать, потому что купол восстановили. А вот эта вот работа, Мельцер нашел этого паренька, притащил и одарил заказом. Очень выгодным. В английском городе Дультон был сделан вот этот мозаик, это Петров Водкин. Это его первая работа, а где он писал свои последние работы, мы тоже увидим на нашем сегодняшнем маршруте. Значит, расцвет неонацизма у нас случился даже не в 90-е годы. Я прекрасно помню этих фриковатых персонажей, которые стояли на выходе со станции метро гостиного двора и продавали какие-то газеты. И надо сказать, что ни на каких бритоголовых они не подходили ни разу. А на самом деле как раз в конце 90-х, в начале нулевых. И я зачастую задаю вопрос, почему это случилось. Одна из причин заключается в том, что инфраструктура медиа получила новое развитие с появлением интернета. То есть с этого момента доводить свои идеи до конечного потребителя стало гораздо проще, чем воспользовался активно самый известный у нас персонаж в этой сфере Тесак Марцинкевич со своим форматом. Но мы сегодня будем говорить про другую организацию России, про другие организации петербургские. Прежде всего это Шульц-88, дальше Мэтт Краут. И в общем, все это эволюционировало в законспирированную террористическую группу, которая провела ряд громких актов. Один из которых здесь вот на Полозово в доме 11-13 был убит правозащитник Геренко. Он был специалист как раз по национальным меньшинствам. И его часто приглашали на суды над всевозможными националистическими организациями, обвиненными в тех или иных преступлениях. И он давал свою экспертную оценку. И, собственно, за это и пострадал. Причем убийство это было совершено по всем правилам. Один человек подвозил оружие, двое другие поднялись, позвонили в дверь. Он подошел, они выстрелили из ружья. Еще один человек это оружие забирал. Ну, то есть все по-грамотному. И как вообще это все осуществлялось у них, это будет показано. И помимо, соответственно, фа была еще и анти-фа. Человеку, не разбирающемуся в этих субкультурах, на самом деле, было довольно сложно разобраться, кто там есть кто. Ну, я уже показывал это на примере клуба Там-Там. То есть ты приходишь там-там. И, в общем, там, конечно, были наиболее яркие персонажи в этих бомперах, закатанных по щиколотку джинсах, высоких ботинках, ни разу не мартинсах на самом деле, потому что мартинсы еще, по идее, оригинальные достань тогда. А были просто тоже какие-то лысые парни в темной одежде, и которые с кинами имели никакого отношения. Ну, мода вот эта, она пошла у нас, конечно, с Бомпер Стумпер, фильм, который у нас получил название «Бритоголовый». Я чуть ли не помню, как мы сами его смотрели на экранах голубых телевизоров, голубых мониторов с помощью волшебной новой технологии под названием «Бидик». И да, произвел впечатление и на меня в том числе этот фильм. И, в принципе, почему опять-таки я с этой темой как-то вот соприкасался, потому что я и по жизни с этими людьми соприкасался. В той или иной мере. Тем более, что часть из них находила выплеск в движении, которое сейчас называется «Около футбола». Пойти замесить кого-нибудь. Мы с вами вот подходим с этой стороны уже к новой станции метрополитена «Горьковская». А я вам хочу показать три отрывка из сериала «Минты». Это уже начало нулевых, по-моему, это 2003 год. И конкретно с этой стороны уже происходит непосредственно сцена встречи «Фа» и «Антифа». То есть у них здесь вот «Месилова», «Стрелка», и они друг друга гасят. Пойдем, а то «Папуласика» пропустим. Ну что, Захар, опять на охоту вышел? Тебя не спросил. А начинается сцена вот оттуда. То есть там, мы сейчас увидим, по отрывку выходит на ступени этой станции метрополитена чернокожий студент. И оборачивается, да, то есть оглядывается, все ли нормально. Че, застыли? А че? Нельзя постоять? Нельзя. Мешайте проходу людей. И почему на самом деле он выходил здесь? Я тоже иногда задаю вопрос людям. Ну, то есть народ сейчас, естественно, не в курсе. Ну, и слава богу, зачем им быть в курсе этого? Потому что изначально, конечно, они ездили до Петроградки. Минтеры поганы. И там было ближе до этого самого общежития для иностранных студентов. Но когда их там начали выпасать и гасить, они переключились на станцию метро Горьковская. Но, надо сказать, что и это тоже недолго музыка играла. Их и здесь начали выпасать и гасить уже отсюда. Хотя отсюда было идти дольше. То есть вот здесь вот он стоит. Ну, конкретно тогда был другой павильон. Он либо до Петроградки на метро звонет. Там его Багорца своими ребятами перехватит. Либо подождет, и отсюда пешком пойдет. Ну, и еще одна сцена непосредственно разыгрывается вот здесь уже. Это очень наглядно характеризует эпоху. Дуй быстрее в свою общагу. Повезло тебе сегодня. Хе, накостыляли. Тимуровцы Гитлер Югенду. Спасибо большое. А мы с вами идем... Сегодня мы сделаем это все по ПДД. Не будем перебегать дорогу. Мы перейдем по подземному пешеходному переходу. На самом деле, примерно в этом сериале... Ну, понятно, что это сериал. Это а-ля кино. Ну, да, там все достаточно такое выпукло. Но, в принципе, отражено все более-менее правильно. Естественно, большая ненависть к ментам. Я вам сейчас вообще... Знаете что? Я вам сейчас хочу прочитать гениальное стихотворение. Оно просто за душу берет любого, кто его когда-нибудь встретит. Стихотворение это принадлежало перу одного из участников этих замечательных, в кавычках, организаций. Потому что они, конечно, в нулевые годы развернули очень активную деятельность по поводу продвижения себя. Значит, смотрите. Все упали на колени, все грызли землю, превращались в мишени. Протянем к небу ноги мы, обнимем солнышко свое. Хотя вокруг одни менты, кругом одно пидоросео. Ну, это же джиннис, я считаю, да? То есть, какой слог, какой порыв. Подобные верши они печатали в своих изданиях. Ну, а мы, поскольку у меня есть, на самом деле, отдельная вообще лекция про Горького, и я очень часто про него рассказывал и во время своих всевозможных экскурсий, сейчас буквально ненадолго затронем тему, связанную с этим персонажем. Потому что, ну, во-первых, сразу дам такой ответ, если кто ко мне ходит на экскурсии. Я вот здесь очень часто спрашиваю, если бы вот в контексте современности Алексей Максимович Горький, его как можно было бы назвать с точки зрения мемов? Бревесник революции. Кстати, чего я не показал, совсем забыл, пока мы там шли. Во-первых, здесь, ну, я уже, у нас был выпуск по поводу Бандитского в Петербурге, я показывал здесь сцены. А, во-первых, здесь есть гениальная фраза, произнесенная вот на той точке Лариным, про подлежачий камень, только не вода, а кое-что другое не течет. Ну, и Казаново именно здесь, когда здесь еще стояли ларьки, тоже приходит, сначала задает прекрасный вопрос про бандформирование. Нет, понятно, это все выпишешь мне на отдельный листок. Простите, а здесь находится центр по изучению бандформирования. И потом они идут непосредственно вот по тому самому парку, по которому мы только что с вами ходили. Я надеюсь, без оружия? Обыщите. Шучу, шучу. Вот на этом доме, видите, висит мемориальная доска с 14 по 21 год. Алексей Максимович Горький здесь жил. Это важные даты, на самом деле, в его биографии. Так вот, буревестник революции. И дальше я произношу следующую фразу. Над седой равниной море, и 95% людей говорят правильно и неправильно. Они говорят, гордо риет буревестник. Строчка правильная, порядок неправильный. Ветер тучи собирает между тучами и морем гордо риет буревестник. То есть порядок такой. Но, заметьте, что, в принципе, если вы учились в советской или ранней постсоветской школе, вас разбуди ночью, задай вопрос над седой равниной моря. Ну, вы точно скажете, гордо риет буревестник. Буревестник революции Горький, значит, 13-21 года. Важные даты. Точнее, 14-21 года. В 13-м году была объявлена всеобщая политическая амнистия. И благодаря этому Горький смог вернуться в Россию. До этого он был... Сейчас направо. Как бы мы сейчас сказали, инагентом, нацпредателем и все такое прочее. И на следующий год он приехал, поселился именно здесь. Это был новый дом. Достаточно комфортный. У него была большая квартира, которая сразу же стала таким центром протяжения. Он тут замутил издательство свое и так далее. В 17-м году случается февральская революция, которую он принимает. Октябрьскую революцию он не принимает. И издает замечательное произведение под названием «Несвоевременные мысли». Ну, кому интересно, прочитайте. Хотя, что-то мне подсказать вряд ли вы сейчас кинетесь гуглить и читать. Вот это типичная картина для петроградской стороны. Во-первых, котельная. Сейчас модернизированная к вопросу о кочегарке Цоя. Потому что здесь, на Петроградке, нет горячего водоснабжения. Потому что это на Петроградке. Я сейчас приобрел на Железноводске, на Ваське, там небольшую квартиру. Там тоже нет горячей воды. Там надо ставить газовую колонку. Поэтому все, что идет вам, например, в батареи, вот оно вот здесь. Нагревается, и таких котелин их множество. Ну, а вот тут я всегда стебусь. Одни из самых прекрасных видовых квартир. города Петербурга. Насладиться видами, которые открываются перед вами здесь. Октябрьскую революцию Горький не принимает. И в этих несвоевременных мыслях он, ну, проходит очень жестко. Не только по большевикам, но и по Владимировичу Ленину. А что с ним сделать? Он и буревестник революции. Его нельзя вот просто так, знаете. Ну, и поэтому он с ним начинает вести беседы. Раз, два. Вот это вот, кстати, появилось только в этом году у нас. Такое, что-то перосманевское я уганываю здесь. Ну, а вот это здесь надо... Секрет, что у древних тра-та-та данная работа отвечает на этот вопрос. Но все уже, извините, пошло по одному женскому половому органу. Поэтому мы не узнаем, что они произносят. Но здесь мы обычно делаем жертвопереношение. Ну, и тут же я всегда задаю вопрос, что вот это вот такое мхом поросшее, очередной контрафорсик, который нас подпирает. Здесь вот люди болеют, поэтому им очень нужны инъекции, которые бы эти болезни от них отвратили. Ну, Горький в итоге говорит, нет. И Ленин ему намекает на то, что не уедете сами, мы вас ушлем. И в итоге его усылают. Официальная версия лечиться. Поэтому в 21-м году он отсюда уезжает. Так вот, Петрова Боткина арестовала ЧК. Его жена, француженка, ходила за него, соответственно, хлопотать. И вот на ее счастье позвонил Ланчарский, а потом позвонил Горький. И вот благодаря Горькому Петрова Боткина выпустили. А так мог бы он попасть под каток еще тогда, как Думилев. Вот это, на самом деле, уникальная история, потому что она здесь сохраняется годами. А самая моя любимая, резко вот, ну, намек, наверное, не Магрита. Да, только в данном случае это такая реминесценция касательно Боярского и Зенит, на котором он топит. Да, и, кстати, обратите внимание, что и береговая линия здесь, в Санкт-Петербургской. Вот здесь, вот на этом углу, стоят из улиц разбитых фонарей, букали со своим стажером и бухают. Баба она есть, баба, а по всему дура. Двумя эти, все они делятся на две категории. Первая, прелесть, что за дурочки. Вторая, ужас, что за дура. Потом они выходят, и у них есть променад вот в эту сторону, и там прямо какие-то, знаете, ножки-ножки. Ноги, ноги. Люблю я кончик ножки нежный. Я помню точно, точно так, она его рукой не брежет. Ну что ты, ноги, а сердце? А мы с вами идем вот вот сюда. На той стороне у нас кафе Троицкий мост. И уникальность этого кафе заключается в том, что мы его можем наблюдать даже в сериале «Бандитский Петербург», потому что здесь разорачивается сцена по убийству киллера. И на одном из кадров мы можем видеть, что Троицкий мост еще и тогда жил. На самом деле, не так много ресторанов в городе Петербурге, которые вот столько времени живут. Особенно удивительно, учитывая то, что это вегетарианский ресторан. Этот дом архитектора Лилевича, мы окажемся еще в нем только изнутри. То есть вот таким образом судьбы иногда переплетаются до, допустим, в данном случае, Горького и Петрова-Водкина. А по левой стороне у нас сейчас будет линфильм, который вот обещают нам, реновируя, сделать здесь очередное культурное пространство. Я думаю, это будет одним вообще из самых лучших культурных пространств, хочется надеяться, локация волшебная. А я вам покажу, что раньше стояло вот здесь вот, на этом месте. Здесь было, ну вообще вот там дальше, там вообще распространялся рынок, аж, да, кроме Норской улицы. Ну а потом здесь был вот знаменитый ресторан-аквариум. Мне очень нравится эта байка про великого князя Кирилла Владимировича, да, когда он вернулся со своего... Ну, в общем, он спас уже, да, с Петропавловска, где погиб и адмирал Макаров, и художник Перещагин, он прыгнул в воду. Ну и по городу ходила шутка, что как же мог утонуть великий князь Кирилл, когда воспитание он получил в аквариуме. Потому что сюда приезжала вся золотая молодежь, все мажорчики, все вот, все самые-самые-самые. Абсолютно классический портик. Может, было бы подумать, что это Карл Иванович Россин, но нет, это, конечно, советский сталинский ампир. И опять-таки сцена из сериала «Улицы разбитых фонарей». Отсюда выходит жена Ларина, и он ее встречает, и они идут вот в ту сторону, куда и мы с вами, собственно, сейчас направимся. Организация Шульц-А88, ну что такое 1488, я не буду вам объяснять, попробуйте сами догадаться. Гугл, Яндекс.Помощь. Два Дмитрия наиболее известные были, значит, Дмитрий Бобров и еще один Дмитрий по кличке Кислый. В общем, на самом деле, без иронии довольно сложно догадаться, почему Кислый. Потому что он любил группу Киис, в числе прочего. И вот это, на самом деле, тоже нашло отражение в моем романе, потому что... Я, кстати, когда его писал, я не знал ни про какого Кислого. Я это совершенно... Ну вот настолько перекликаются вот эти сюжетные линии, потому что это было на поверхности. Это было как бы угадываемо, ну и плюс у меня там были разве другие прекрасные знакомые, в кавычках. То есть приверженность к определенной музыке, которая не имеет никакого отношения к нац-кульптуре. Потому что если вы послушаете, ну, допустим, самую известную нашу группу Калаврат, да, Ну, это, наверное, достаточно жесткий хардкор. С текстами абсолютно детско-пафосными, но на определенную психологическую основу они воздействовали великолепно. И началось все, в общем-то, с понятных вещей, с избиения иностранцев. Естественно, в основном брались либо чернокожие, либо всевозможные там узбеки, таджики и так далее. Но сначала до убийств это не доходило. У этого была некая такая морально-оправдательная база, потому что в тот момент, конечно, хлынуло огромное количество бывших вообще-то жителей Советского Союза, и которые вели себя здесь по-разному. Особенно отличались выходцы с Кавказа, плюс Чеченская война, вот эта фобия абсолютная у россиян на эту тему. Ну, я лично помню историю, как моя там соседка, интеллигентная женщина, говорит, ну, вот зашел в черной шапке человек такой вот наружности, в троллейбус, и я вышла, потому что испугалась. Я говорю, что вы испугались-то? Ну, а вдруг там типа бомба, я говорю, да ну, алло. Но, тем не менее, вот это очень наглядно показывает вам характер эпохи. Каждый раз задаю вопрос людям, что вот это такое. Версии разные, но по официальной версии это два крыла. Два крыла лебедя. Дружба между Францией и Россией. Здесь, видите, мелодия какая-то написана, из которой мы могли бы сделать вывод, что это, допустим, фиги. Но нет, нет людей. Реализе парлю юнисем фонс к 300-летию Петербурга. И здесь стоит елка, возле которой шлепают нашего прекрасного антибиотика. Ой, извините, какого антибиотика? Киллера. Ну, а вот со стен, со ступеней вот этого павильона еще советского, где он изначально был по цвету построен, смотрит герой Сидихина на это все. Ну, пойдем. И там, на самом деле, есть еще одна замечательная, в кавычках, сцена. Да, кстати, одна сцена снята вот сюда, и мы можем видеть дома на заднем плане. Уже из сериала «Улицы разбитых фонарей» машина едет, поворачивает вот туда и останавливается вот где-то здесь. И человек выходит и идет в арку, в которой мы с вами сейчас проследуем. Мы ее можем узнать, ну, то есть его проход, вот по той рустованной стене, где находится один бутик, как у нас стали называть модный магазин, и хотя, если вы приедете во Францию, ну, или в Париж, вы выясните, что на самом деле слово «бутик» — это могло быть что угодно. Я вот, например, смотрел фильм по Эмилю Золя, снятый, так там она открывает бутики, это вообще-то прачечное. Прикиньте, да? Какой разрыв шаблона у гламурных телочек 90-х нулевых был бы, если бы они об этом узнали. Вот сюда, вот в эту арку он заходит. Проследуем туда и мы, пропустив автомобиль, потому что мы, конечно, нарушаем правила дорожного движения, но что поделать? У нас судьба такая, мы каемся. Я уже неоднократно, вот это, вот это Питер, маргинальный синус, люминесцентный косинус, но где вы еще такое прочитаете? Это же прекрасно. Он идет вот в этот двор и хочет зайти вот в этот подъезд, но там на ступенях из другого подъезда стоит девочка и говорит, «Дяденька, вы мне не поможете вот здесь». Дяденька, вы мне не поможете дверь открыть? То замок сломался, вам он на работе, а мне никак. Мне некогда. Ну, пожалуйста, что же мне тут до ночи торчать? Ну и когда дяденька ей помогает, его принимают, потому что эта девочка на самом деле подставная, дяденька бандит, его арестовывают. И потом девочки говорят, ну что, мороженое ты заслужила, и они идут вот как раз вот в этом дворе. А также в этих дворах снималось несколько сцен погони. Кони! Белая шестерка. Рома, Шура, Семен Петр уходят по Кировскому. Потому что они очень удобны вот такими, знаете, проходными историями. Вот можно куда угодно пойти, можно туда пойти, можно сюда пойти. Ну, то есть, видите, да, за счет монтажа можно смоделировать очень длинную погоню. И главное, далеко ходить не надо. Вот Минфин, вот дворы. Через дорогу проходишь и попадаешь сюда. И чтобы вы хоть немножко вообще понимали контекст происходившего, я вам зачитаю, ну, такую небольшую сводку, да, например, сентября 2002 года. В Приморском районе Петербурга убит 55-летний азербайджанец Магомед Магомедов. Около 20 подростков забили металлическими прутами. Весь процесс они, естественно, фиксировали на видеокамерах, потому что, ну, от чего вы хотите. Кстати, я вот думаю, что мы здесь еще снимем проходочку, наверное, вот с той стороны. Сейчас мне вот надо вспомнить, как мы отсюда выйдем. Вот это муниципальное образование по-садски вы запомните, потому что оно нам еще пригодится. Так, здесь мы не выйдем, а где же мы выйдем? По-моему, там. Сейчас я сам как запутаюсь и потеряюсь. В феврале 2003 года на Пискаревском проспекте убит студент Медицинской академии Ними Мечникова, приехавший учиться в Петербург с острова Маврикий. С острова Маврикий. Через несколько после этого дней толпа скинхедов прямо на Невском напала на студентов-индийцев из того же вуза. Но там им было оказано сопротивление. Так, нет, не так я хотел идти. И где же тот проход, через который мы отсюда выйдем? Все, я... Нет, мы сейчас выйдем туда, но это не входило в мои планы. Я просто проверял, там была, да, там была красивая, это красивая стена. Сейчас, ребята, Павел Перец не подготовился. Ну, в смысле, он подготовился, но все забыл. Ну, что, бывает. Зато вот здесь такая неожиданная петербургская картина. Такой, видите, серенький домик с заложенными... Так, нам надо на Каменноостровский, да? А для этого нам надо выйти вот здесь. Пошли. А почему мы туда не попали? Странно. Продолжаем увлекательный рассказ. Апрель 2003 года. 20 апреля, в день рождения Гитлера, естественно, пойдем вот тут. Толпа бритоголовов напала на группу детей, турок по национальности, прибывших в Петербург из Германии. Трое ребят были доставлены в больницу с отрясением мозга. Один мальчик получил ушибы внутренних органов и позвоночников. Это февраль 2004 года. В центре города, в переулке Бойцова, была зверски убита 9-летняя таджикская девочка Хуршида Султанова. А вот этот вот случай, он был, ну, таким водоразделом. То есть после него стало понятно, что, ну, с этим надо что-то делать, извините, да? В переулке Бойцова находилась редакция моей газеты «Гаудамус». Мы сначала были там, потом переехали в Апраксин. И то, что вот буквально у тебя под носом случаются такие вещи, поразило даже меня. Ну, на тот момент я уже не работал в этой газете, да? Но локация-то понятная. Так, и не здесь. Значит, мы выходим туда и заходим в следующий двор, получается. Пойдем. Так все хорошо выруливалось у меня, а? И так все хорошо заруливалось обратно. Март 2004 года. На станции метро «Невский проспект» скинхеды избили и бросили на рельсы 20-летнего студента из Сирии, который учился в электрехническом университете. Молодой человек погиб под колесами поезда. Май 2004 года. Рано утром у станции метро... Господи, вот сюда нам. Знаю, люби родной город, а? В станции метро «Площадь восстания» бритоголовые избили студента ГМА имени Мещникова и Шри-Ланки. Ланкийцы доставили в больницу с трясением мозга. В 31 число у дома 20 по проспекту Тореза был зарезан студент-второкурсник 1-го медицинского университета. Сын Аташе по культуре, посольство Ливии в России. При убийстве присутствовал брат погибшего, он звал на помощь, но никто не откликнулся, оно естественно. Ну вот, и это я вам не все на самом деле рассказываю, потому что этого ужаса было гораздо больше. И надо сказать, что выбиралось все по... Ну, то есть принцип был какой в основном? То есть толпой на одного. И сделать это максимально внезапно, чтобы никто ничего не мог понять и дать отпор. Значит, сейчас я вам подставлю на самом деле картинку завода, который стоял раньше на этом месте. И вот как раз здание управления сохранилось. И я вам хочу показать один из главных таких, ну просто трындецов петербургских. Помните, я вам показывал этот муниципалитет? Значит, здесь, ну это зовут Лонгезиппин, немецкая фамилия. Вот, смотрите. В этом здании находилась первая электрическая лаборатория, основанная М.В. Ломоносовым по указу императора Петра I. Ну, во-первых, они тут постарались это даже стилизовать под старый шрифт. Но я хочу сказать, написано с ошибками, если брать, ну, по той грамоте. Теперь, внимание, вопрос. Что не так с этой мемориальной доской? Ну, первое сразу приходит людям в голову, что, ну, как бы вряд ли Петр I мог что-то дать. То есть, какие-то указания Ломоносову, потому что у них, мягко говоря, разное временное смещение жизненное. Во-вторых, никогда не было здесь никакой электротехнической, значит, лаборатории быть не могло, потому что, ну, и в эпоху Петра I тут вообще вот на аптекарском острове выращивали траву-мураву, всевозможные фрукты, овощи и лекарственные травы. Значит, владельцы этого бизнес-центра повесили эту доску. Абсолютный бред сивой кобылы. И выясняется, что без того, чтобы ее снять, да, было доказано, что это бред сивой кобылы, нужно постановление местного муниципалитета. И вроде как он должен это постановление выписать, но сколько я здесь хожу, столько эта мемориальная доска висит. Единственное, что ее спасает, это то, что, как мы знаем все прекрасно, она мемориальная доска, и никто никогда не смотрит. А смотрят только, ну, такие очень заинтересованные в каких-то вещах люди типа меня. Поэтому она здесь висит, и я думаю, она провести здесь еще довольно долгое время. Я просто думаю, а что было в голове вот у людей, которые эту доску вешали? Может быть, это прикол какой-то, я не знаю. То есть вот как, зачем, почему? Да, ну, в общем, какая-то очень странная история. Мягко говоря, да, бывают доски с ошибками, там, даты и прочее, но это ладно, это полгода, но вот это вообще бред сивой кобылы. Мы с вами пришли к РЖСКТ, работников искусств, ну, короче, к оперативным домом. И здесь на фасаде с правой стороны от арки, ну, с левой стороны одна висит мемориальная доска, с правой висит мемориальная доска, что здесь работал Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Это его главная и последняя квартира, дом, очень крутой с точки зрения советской архитектуры. Я вам подставлю старую фотографию, как это выглядело. Интересно еще вот ротонда наверху, такое место собраний. И, ну, вот, я уже рассказал, что Петрова-Водкина арестовывали. И здесь он жил со своей женой, с француженкой, он с ней познакомился там, в Париже, когда ее писал, привез к себе в деревню. Мать ее сначала не приняла, но потом выяснилось, что она без понтов, прекрасная, замечательная девушка. У них была история, он очень хотел ребенка, она не могла забеременеться. И, прикиньте, Петров-Водкин начал ее гимнотизировать своими картинами. Он начал писать большое количество таких картин с матью с ребенком и так далее. И она забеременела и родила дочку. И когда Акушерка ему показала, он сказал, какая милая обезьянка. Акушерка, вот это, знаете, называется сарказм и юмор не до нас. Она обиделась, какой обезьянка. Ну, про Петрова-Водкина еще пару слов скажу. Ну, а вот здесь живет, например, Леонид Николаевич Андреев, который сначала оправдывал терроризм буквально, потому что, почитайте, рассказ о Семьи Повешенных. Я очень много про это рассказывал. История про людей, которые пытались убить министра юстиции Щегловитова. Там особенно была такая девушка Струве, молодая, 18-летняя, очень красивая. И вот Леонид Андреев написал этот рассказ, где они показаны самыми настоящими героями. И это вызывает определенные эмоции, определенную жалость у его публики. А когда пришел 17-й год, почему-то Леонид Андреев не очень восторженно принял Октябрьскую революцию. Австрийская площадь, где три дома построены по проекту Василия Шауба. Ну, у нас сейчас рассказ не про архитектуру, да. И один дом построен уже в советскую эпоху. Там есть прекрасная атрибутика с разными фигурками на фасаде. Но в контексте нашего рассказа интересна вот та почта. Отделение почты, вот там оно до сих пор расположено. Потому что там сидит как раз Сидихин с героем Серегин. Все время забываю вторую фамилию. Ну, знатоки подскажут. Обнорский, Обнорский Серегин, да. Вот и они смотрят из этих окон вот на эту площадь. Ну, куда же я засунула-то? А что вы, собственно, ищете? Понимаете, я все акты об изъятии в особую папку подшиваю. А в тот раз акт не составляли, я потому и запомнила. А потом они выходят вот оттуда и идут вот сюда. Ну что, до сих пор не веришь, что Ващанов темная лошадка? Все ниточки от него ведут, и к нему тоже. Какие ниточки? Да все. Еще конкретного у тебя нет, одни догадки. И поворачивают вот за тот угол. Твой пятнадцатый отдел, начальником которого вы, Никита Никитич, являетесь, чем занимается? Насколько мне известно, разработкой преступных авторитетов. Так? Ну, допустим, и что дальше? Тогда по логике, Ващанов должен был тебе эти материалы отдать. Но почему-то не отдал. А если Виктор Павлович не является тем, кем он есть, то прости меня, Господи, я святой Варфоломей. Послушай, Ващанов мой непосредственный начальник, и ничего докладывать он мне не обязан, в том числе мотивацию любых своих решений. Понятно? А ты, Андрей, береги нервы. У тебя прослеживается маниакальная подозрительность. И прекрасно, что это отделение до сих пор фунциклирует. И можно об этом рассказать и это показать. Вот с этой стороны, по левой стороне, здесь раньше стоял вообще деревянный дом, где была открыта у нас первая Пастыровская станция. И сейчас там на фасаде уже такого советского здания, советский модернизм, висит мемориальная доска о том, что здесь... Ну, давай, перейдем, покажем ее. Пастыру. Если вы думаете, что он здесь бывал... Нет, он здесь не бывал. Нет, нет, он здесь не бывал. Нет. Потому что его заслуги в области спасения человечества от вирусов настолько значительны, что ему вот здесь повесили эту мемориальную доску. И... Нет, это уже посвященное доктору, который здесь работал, Эрадзе. Ну, все мы знаем термин пастеризация, да, то есть он доказал, что... Ну, вообще, это все началось с вина. Винодельческая ассоциация обратилась к Пастыру, значит, например, от того, что у них вино портилось, и он вот выяснил, он опытным путем, что если его нагревать до 60 градусов, то есть не кипятительно нагревать, то бактерии погибают. Потому что у него там был клинч с другим немецким химиком, который все это на грибы списывал, а Пастер говорил, что нет, это вот бактерии. Ну, и самое главное, его заслуга, он смог победить сибирскую язву, он смог победить болезнь, которой болели курицы. Ну, а потом он перекинулся на людей, и вот как раз, когда у нас одного из офицеров укусила бешеная собака, посылали вакцины к Пастеру. И в принципе, ему посылали несколько раз наших покусанных там волком крестьян. И он их тоже лечил, и причем один из них, дай-ка перейдем, потому что нам картину с этой стороны показать. И он их, одних из первых, на них ставил эксперименты. А вот здесь, если мы посмотрим на старую фотографию, мы увидим, что левый объем, он пристроен. Это школа имени Пушкина. Почему имени Пушкина? Потому что там дальше, на Коммуностровском проспекте, находится Александровский лицей, бывший царскосельский, который сюда переехал в 19 веке. И мы вообще будем с вами проходить через территорию бывшего сада этих лицеистов. И в советское время, когда здесь по-прежнему была школа, и она до сих пор здесь существует, они, я не помню, в каком-то 30-каком-то году выиграли звание лучшей школы вообще страны, опередив даже школу при Кремле. Ну, это, конечно, величайшая заслуга. Поэтому прекрасная архитектура, прекрасное наследие, прекрасный поэт, прекрасная погода, но не прекрасные... Паблик не прекрасный, нет, паблик не прекрасный. Не прекрасные ребятки, про которых мы сегодня разговариваем. То есть вот идет такая у них замечательная, в кавычках, деятельность. Но, значит, Кислый ссорится с этим Шульцем и организовывает сначала свой мэткраут, а потом и это как бы не... его не устраивает, и они начинают формировать организацию подпольную террористическую. И вот чем и как занималась эта организация, мы, скажем, чуть попозже, потому что у нас как раз будет там променад. Ну, то есть мы пройдем практически тем путем, к которому ходили эти иностранные туристы. А здесь у нас на Малой Монетной есть адрес, связанный с нашим великим русским поэтом Александром Блоком. Но тут вот как бы такая небольшая дилемма. То есть с одной стороны мы можем... Мы можем что? Мы можем, кстати, знаете, что еще сделать? Мы можем показать вам, конечно, крышку древолюционного люка. Но для этого она будет чуть-чуть туда вернуться. Я вам хочу напомнить, я не уверен, закончим ли мы там, что вообще детство Блока, оно прошло вот конкретно в этой местности, потому что его отчим, Кублицкий Пиатух, был офицером гренадерского полка, чьи казармы офицерские до сих пор живы и расположены на набережной. И там висит одна из самых невидимых мемориальных досок, которые я когда-либо встречал в своей жизни. И он, когда пытался искать квартиры уже в самостоятельной жизни, он, естественно, рассматривал их, ну, по возможности, недалеко от мамы, которой осталось жить со своим вторым мужем. Вот сюда мы обычно заходим, и у нас есть, у нас именно как толпа, конечно, да, то есть заходит толпа сюда, в этот двор. Я обычно сдаю, даю тест, говорю, оглянитесь и скажите, ради чего я вас привел. Как правило, мало кто смотрит вниз, да, видите, завод новых в Боровичах. Две еще дореволюционные крышки. Живее всех живых и простоят еще, здесь прослужат, я думаю, столько же. И иногда местные жители выглядывают и пытаются понять, а что, 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 что происходит, для чего, для чего все эти люди сюда пришли. Вот для этого. И пока мы идем к этой квартире, ну, точнее, к этому дому, дайте-ка, я достану сейчас книжечку мою дежурную, для того, чтобы процедить ее. Ну, вот эта книжка, я миллион раз показывал. Блок снова вернулся на петербургскую сторону, да, на того, как стать Петроградской, была Петербургской. Очень удивительно понять, почему, наверное, потому что Петербург стал Петроградом. Вуаля. Пятого ноября 1910 года он с женой поселился на Малой Монетной в доме номер 9. В верхнем этаже только что построенного дома. Квартира даже известна 27. Комнаты, по воспоминаниям Бекетовой, были маленькими и высокими, но светлыми. С балкона открывался вид на хорошо знакомые Каменноостровские проспекты, на какие-то культурные пустыри. Вот вы прикиньтесь, вот мы с вами сейчас будем ходить по местности, которая еще даже в начале 20 века представляла из себя культурные пустыри, по выражению поэта Владимира Пяста. Потому что действительно основная застройка этой территории она случилась ну я уже тоже очень часто рассказывал после взведения постоянного Троицкого моста и вот такими как бы глобальными пятнами эта территория начала застраиваться. Потому что изначально здесь конечно не было ничего это мы можем видеть например на куске старой карты вот я вам сейчас подставлю попробуйте угадать что там где. она нам еще раз понадобится когда мы окажемся там в определенном дворе. Что он имел ввиду? Вот спрашивают Александров. Что это за культурные пустыри? Может быть сад и особняк князя Горчакова находившийся прямо под балконом. Значит это с левой стороны но мы скорее всего не увидим этот сад князя Горчакова князь Горчаков это имеется ввиду по-моему я не помню по-моему Константин звали это сын канцлера Горчакова который ну однокашник Пушкина и все такое прочее и него там действительно совершенно потрясающий красивый особняк где сейчас находится та самая администрация возможно возможно как-нибудь я по той стороне пройду и вам его покажу ну ребята нам надо туда извините когда-то когда я работал главным редактором журнала столицы столицы усадьбы это была попытка реанимировать глянцевый столицы усадьбы я вообще ходил вот там вот этой решетки на самом деле не было вокруг школы то есть ты проходишь вот здесь спокойненько и идешь вот туда то есть даже ну понятно что школа сейчас практически все огораживают свою территорию располагалась она вот здесь здесь у меня случилась потрясающая история я привязал вот квадосточной трубе велосипед я отсюда ездил в лестнице франце значит а нет это уже даже не во французский институт это в колледжу французский колледж он находился на чайковском и получалось так что у них там занятие началось по-моему в 7 часов это самое пробочное время а мне по идее ну через мост там все летний сад и я там на месте и я на велосипеде ездил даже зимой и вот один раз я привязал здесь вот велосипед и у меня я говорил конечно об этом но я не показывал место у меня упала льдина и погнуло мне колесо я наверное один из немногих вообще велосипедистов который попал в такую ситуацию журнал посуществовал не так долго но был прекрасен хотя бы тем что я увидел некоторые тексты некоторых научных сотрудников музеев которые его туда присылали я думал господи кому вы это пишете как это может быть интересно да чем в общем поразительно да а вторым вторыми окнами он выходил вот сюда редакция ну и вот очередная видите котельная то есть очень характерный элемент петроградской стороны недалеко от Каменностровского проспекта виднелся из кабинета и сад Александрского лицея ну тот самый из окрестных достопримечательностей сад этот был наименее любим блоком точнее не сад а его хозяева лицеисты когда поэт видел маршировавших саду на занятиях строевой подготовки будущих правительственных чиновников святая злоба поднималась в его груди вот это к вопросу о вообще ну понимаете пассионарных каких-то проявлениях вашей личности святая злоба против будущих чиновников я вам хочу зачитать один из отрывок воспоминаний Петрова Воткина меня уже знаменитым художником мною расписано для родного городка этот хвалынск гостиница красотихи для съездов и ассамблей цивилизованных хлыносов ладно заманчиво ну а что делать с цирюльником чубырыкиным ведь он в это благодушие такого яда напустит он так опошлит его застыдит разбойный дух сограждан что они и башню разнесут и Петра Великого и Пушкина как Перунов Волгу сбросит это пишет на самом деле не аристократ не дверянин это пишет крестьянин бывший да то есть видите вот это вот опять таки святая злоба в данном случае простого народа против Пушкина Петра Первого а ведь он как в воду глядел потому что Петра Первого скинули с постаментов двух Петров у нас уничтожили да ну Петр Плотник на набережной и Петр который напротив Самсонинского собора стоял сейчас они восстановлены но это извините новодел а мы с вами друзья мои вышли к легендарнейшему отделению в данном случае полиции а тогда милиции потому что здесь что-то сниматься ну во-первых вот сцена допустим сначала из Бандитского Петербурга выходит Казанова можно подумать что это улица разбитых фонарей но нет это Бандитский Петербург ну что привет ну пока все еще не очень понятно доблестный патруль из машины сначала а потом они выходят наоборот из этого входа что бы вы делали без меня мужики эх жалко не галку отобрали а так бы как рванули по-быстрому доехали затем если мы посмотрим вот на этот дом то там мы увидим такую вывеску на Бел или как там она выглядит но Бел да и котик вылетает выбегает котик вот с этого крыльца давайте перейдем дорогу быстренько ну если перевернуть камеру в эту сторону то наоборот вот с этого крыльца подъезжает такой знаете типичный новый русский вот так пик-пик свою в эту восьмерочку девяточку что у него там выходит значит Дукалис с Лариным идут в эту сторону и вот посмотрите сколько сейчас машин какой здесь гладкий асфальт и посмотрите какая тогда была абсолютно пустая и раздолбанная улица пошли ты рисковал с собой не раз шутя и знаешь что такое боль характерный момент когда Волков уходит вот отсюда и поскальзывается на гололюде слава это хорошо что ты сегодня яйца не купил ну а если мы посмотрим уже на противоположную сторону то очень хорошо угадываются кадры этого сериала вот по этому дому потому что у него очень узнаваемая фактура первого этажа можно выяснить что раньше вот там находилась булочная а с левой стороны где сейчас вот какие-то там канцелярские товары тут находился магазин старой книги я вам для начала подставлю вообще фотографию вот как выглядела непосредственно парадная парадный подъезд и там мы можем видеть вот эти вот двери с доводчиками ну вот этими пружинками то есть они никогда не закрывались и туда можно было спокойно попасть вот я вам показал кадр где-то улица абсолютно пустая вот мы здесь стоим и я все уже задаю дырку в движении потому что видите сколько машин и обратите внимание это все в основном в иномарке довели страну сволочи собственно и здесь у нас есть сцена где вот Ларин выходит из этой булочной и встречает вот если посмотреть сюда свою коллегу Светуля привет привет Андрюш начальник у тебя таким образом жизнь продолжается милиции уже нет но есть полиция которая по прежнему нас благополучно бережет дом которому мы сами направляемся как раз это дом где жил наш замечательный блок единственное что конкретно в ту парадную мы с вами не попадем окнами в ту сторону но мы с вами я надеюсь попадем вот сюда и здесь мы можем увидеть остатки былой роскоши в виде вот этого абсолютно засранного замазанного камина да но то есть предполагалось что швейцар смотрит за приходящими дворник топит этот камин здесь естественно лежит ковер сам дворник швейцар и прочее находится вот здесь а квартира уже начинается с той стороны и здесь есть очень интересный момент вот этот пол он покатый и если вы думаете что он покатый только здесь то нет он покатый везде и вот у меня вопрос товарищи да вот за факт вот здесь вот он такой выпуклый потому что плитка то явно видно что родная вот здесь вот он выпуклый тут даже вот видите плитка отошла это это что это зачем это почему это как да вот в такой же соответственно ну понятно что лифта не было блоку приходилось подниматься на последний этаж пешком и это однозначно сказалось на цене за квартиру потому что я вам напоминаю что раньше чем выше тем дешевле душничок даже видите есть ну а вот этот вот дом он характерен тем что здесь во-первых пятиконечные звезды и те самые букрани мы можем видеть ну с гоупрохи будет не видно но мы вам подставим я его сфотографирую их и вот здесь мы можем пройти на самом деле как через эту арку но мы-то с группой ходим вот там я вообще раньше когда работал в этой редакции через эти арки ходил есть там было такое кафе с бизнес-ланчем куда весь офисный плантон стекался ну и я если оказывался днем у меня был не шибко нормированный рабочий график но если я здесь днем оказывался я с удовольствием туда ходил поэтому сейчас мы с вами в принципе идем тем путем которым я значит отправлялся вкушать дешманские яства четырехкомнатная квартира с удобствами видите кстати уже удобства были плюс комната для прислуги конечно же ну как же можно да стоило 55 рублей в месяц 55 рублей в месяц значит напоминаю что средняя зарплата рабочего это где-то 30-40 рублей 55 это уже получает высококвалифицированный рабочий там какой-нибудь мастер то есть он себе даже высококвалифицированный мастер не мог позволить себе такую квартиру потому что у него просто тупо все деньги уходили бы на на жилье значит сумма порядочная если помнишь литературный заработок блока в среднем составил 50-100 рублей в месяц но наследство профессора Александра Львовича блока позволяло жить безбедно ну имеется ввиду наследство которое ему неожиданно привалило здесь с этой стороны у нас есть ставка атамана Петербург известная же столица казачества часы приема написаны дальше тут написано мебель и так далее стол за которым работал Менделеев в обстановке квартиры не было никакого стиль модерн ничего изысканного писал Сергей Соловьев сейчас мы с вами пройдем и я покажу одну из утрат которые здесь случились у меня был выпуск где мы гуляли по дворам Нарвской и я вот рассказывал про вывеску с надписью бомбоубежище да и даже не надпись она там такая выставленная вот одна из них висела раньше вот здесь ее сняли ну я не знаю может быть может быть украли и так далее ну не типа что жалко но просто то что вот эти артефакты видите они исчезают а это был прекрасный элемент который можно было здесь показать а вот это реально уже гараж это действительно не конюшенный сарай это гараж потому что это новый дом с еще что-то рыбкой попахивает такими модуляционными петлями ну а это просто уже какая-то знаете ну почти гейропа потому что очень такое все миленькое маленькое цветастенькое и озеленененькое что очень нехарактерно смотрите какой чудесный домик ну и чтобы слегка все-таки разбавить архитектуркой посмотрим на один из в общем-то особняков построенных здесь в стиле модерн сначала с обратной стороны видите это зимний сад с большими окнами ну все что мы любим во-первых тот самый глазуровный кирпич затем барышни лорелеи здесь сохраненный объем который довольно свободно свободно выстроен и чем интересен конкретно этот дом то что вот посмотрите ну как бы вот вот и вот да получается да и тут вдруг вход отсюда наискос он прорезан на 45 градусов то есть основная ось держащая этот особняк идет под 45 градусов и от нее от этой оси уже идут все остальные объемы ну давайте можем здесь выйти на самом деле там кстати тоже очень колоритный двор ну что будем делать ставки проедет не проедет ну я думаю что проедет я иногда показываю на всех экскурсиях отбитые углы процарапанные потолки в арках видите если там у нас пастер то здесь рентген улица рентгена вот этот особняк таким образом выглядит со стороны нынешней улицы рентгена сейчас тут зубодробительная клиника и обратите внимание что опять-таки здесь вход у нас под 45 градусов вот так вот он начинается да это особняк Чагова архитектор опышков если вам прям это жизненно важная информация необходима а если мы посмотрим вот выйдем сюда и посмотрим ну тут конечно солнце светит в левый глаз Сталин думает про нас нифига наверное не видно будет просто вот этот дом виден и видно что там с правой стороны от него такой маленький деревянный домик то есть это просто характеризует опять-таки ну данную местность она еще такая полудеревенская так ну что а ну в общем здесь мы в принципе закончили тут кстати интересные цены да я думал решил искать себе отдельную квартиру об этом мы давно говорили с Любой писал блок пошел и сразу нашел на восьмой линии дверь в дверь с моим массажистом для три меблированных комнаты с ванной телефоном для одинокого 55 рублей ну тоже кстати дофига 55 рублей да давайте я уберу эту книжку а вот это у нас первый вообще в российской империи женский медицинский университет ну главный корпус располагается чуть поодаль я вам хочу подставить пару фотографий пару фотографий как эта местность выглядела раньше вот если мы посмотрим туда вот он только застроен ну на самом деле мы конечно могли бы пройти и через двор этого вуза но нам я просто хочу вам показать одну из сцен улиц разбитых фонарей а для этого нам надо конечно пойти здесь давай перейдем дорогу и вот это тот самый путь вот видите вот он идет вот если пойти туда там станция метро Петроградская ну ладно хрен с ним пойдем ладно там пройдем через дворы так интересней вот здесь в основном выпасали иностранных туристов туристов господи у меня уже этот немножечко гид-экскурсовод начинает включаться в голове причем дело в том что когда ты идешь вечером на самом деле вот этот проход частенько был закрыт и вообще сейчас здесь вот мы с вами выйдем тут понастроили домов все с движуха движуха в годы моей молодости здесь был шаром покати вот ты приходишь сюда вечером здесь нету никого абсолютно вот там где мы будем финишировать там было просто голое поле только несколько общак одну из них я как раз покажу потому что туда вот казанова намыливается с букетом цветов и здесь конечно же идеальное место для того чтобы их подкараулить и мочкануть хорошо тут теперь а прямо знаете я бы посидел и никуда бы не ходил но время зовет и так мы сменили батарейку и идем дальше значит было принято решение Дмитрием Боровиковским тем самым по кличке Кислый Алексеем Моеводиным их соратниками сменить полностью тактику то есть первое что они постановили это перестать выглядеть как скины то есть не надо ходить бритами не надо ходить в бомперах надо одеваться так как одеваются простые парни и они одевались собственно как простые парни это первое я что-то не уверен что мы там выйдем или мы там выйдем я не помню ну давай здесь пройдем что вот эти люди они идут явно с занятий нам занятия не надо нет я ничего не понимаю в медицине абсолютно ну не ну я знаю анатомию вот эта рука эта нога в принципе я уже готов так сказать попринимать в платной клинике да с вас 5000 рублей за консультацию кстати я не помню но по-моему вот это вообще по-моему здание то ли бывшего анатомического театра где учились препарировать трупы но возможно я ошибаюсь здесь вот я не берусь сказать если кто-то из студентов смотрит возможно они меня поправят не могу тут не вспомнить замечательную историю хирургиня наша Оксана из Москвы которая значит ну вот как студенты медицинских вузов шутит в препариочной в препарировочной как она называется да то есть приходят новые студенты а они значит там трупаки они берут такую тарелку борща ставят за этот труп и хлебают ну вот вот за это я люблю медиков да вот у них такие шуточки абсолютно ну когда ты в общем человека знаешь изнутри и все его писикаки и так далее и так далее то в общем ты на него немножко по-другому начинаешь смотреть но мы возвращаемся да затем у них это уже абсолютно какая-то не чаевская тема у них были например в одежду они врезали куски лезвия то есть опять-таки для того чтобы в случае опасности можно кого-то полоснуть ну и собой покончить при необходимости да дальше они у них не было мобильных телефонов они использовали только телефонные стационары либо они просили телефон у прохожего и всегда говорили например встречаемся ну то есть можно позвонить встречаемся в 18.00 это значило что мы встречаемся не в 17.00 а в 17.00 когда они встречались они никогда сразу не подходили друг к другу они сначала осматривали затем по очереди спускались в метро ехали в разных вагонах ну то есть уровень конспирации какой-то запредельный не разговаривали на кухне потому что было опасение что их могут прослушивать через розетки ну и более того там вот этому воеводину ему досталось родителей и бабушек дедушек две квартиры он одну продал накупил оборудование купил машину значит рацию купил сайгу и они приступили вот к своим деяниям была развернута еще очень активная пиар-компания они выпускали газету и сайт у них был на котором они свои манифесты опубликовали и был у них такой специальный человек по кличке апостол который занимался непосредственно пиар-деятельностью ну и вот до убийства вот этой таджикской девочки еще как-то ну то есть их разыскивали но спустя рукава тут дело в том что еще у Кислого же у него отец в Угрозке работал и как-то так получалось что странно что несколько раз он выходил сухим из воды но вот после вот это событие оно конечно прозвучало на на всю Россию и здесь к расследованию подключился Ажур агентство журналистских расследований я в принципе мне как-то вот Саша Александр Горшков главред Фонтанки он мне скользь рассказывал про вот когда этапы становления там вообще самые громкие дела Ажура вот он этот момент указывал это они раскопали на самом то есть просто один из членов этой группировки он не выдержал психологически и в обмен на гарантию собственно безопасности еще ряд условий он выдвинул согласился сдать своих корешей ну потому что там знаете там они убивали не только допустим главные цели своих были убиты еще и два члена непосредственной группировки которые были заподозрены в измене и в принципе они себя натаскивали на такое постоянное знаете пребывание в тонусе то есть они например забирались в морги могли забраться в морг и резать там трупы у них была задача каждый божий день значит кого-нибудь мочкануть вот если этого не происходило значит занимайся какими-то такими вещами они провоцировали публику тем что писали провокационные лозунги на стенах там типа смерть русским там Аллах Акбар и так далее более того они прочухали что СМИ очень круто реагируют на вот эти все события и стали подстраиваться ну как сейчас говорится под повестку дня ну и плюс к этому добавилась еще такая антиправительственная риторика антикстати христианская антиправославная риторика не потому что там часть из них проповедовала язычество были даже планы по взрыву поджогу русских православных церквей ну то есть полный как бы набор я вот допустим вам могу прочитать пару скажем тезисов из стихотворения я вам уже читал допустим афоризмы убить это весело ночь смеется когда я убиваю я приговорил человечество убей мента возьми пушку выкалывайте глаза детям мусоров добро пожаловать добро должно быть повержено кстати один раз убив корейского студента они нашли там больше трехсот тысяч рублей и после этого стали трупы как бы осматривать как такая удача и вот мы с вами подходим непосредственно к этому самому общежитию номер четыре сейчас вот здесь как бы никого нет иногда когда я схожу с группой здесь состоят самого разного цвета кожи иллюзия самых разных сациональностей давайте подойдем посмотрим на эту мемориальную доску да вообще кстати ни в какую общагу просто к ней взойдете а раньше это можно было сделать видите общежитие номер четыре университета имени академика Ивана Петровича Павлова о котором кстати я не раз рассказывал еще не раз расскажу здесь давайте немножко извиняемся сюда потому что ну почему я и не хотел идти через двор а хотел идти там чтобы показать отрывок из того сериала из сериала улицы разбитых норей там потому что ну вот эта башня на заднем плане на гопрохе конечно она будет совсем мелкая но там оптика другая в сериале идет Казанова с букетом цветов и он с этим букетом цветов к чему он всегда готов конечно к встрече с прекрасной доброй феей кстати ну я не знаю найду ли я эти кадры потому что они мне разбросаны в компьютере но я их показывал в предыдущем выпуске когда мы гуляли в районе Таврика и я там рассказывал про быт моду и так далее 90-х и показывал там сцены как раз которые были сняты в этой общаге с этими дебильными чудовищными коврами на стенах в этих комнатах вот даже сейчас немножко видите более разряженная атмосфера то есть сколько мы стояли там на монетной ждали а здесь более широкая дорога и машин тем не менее меньше вот видите данный случай это уже студенческое обсужитие номер один химико-фармацевтической академии и вот здесь сюда заходит Казанова и идет по своим прекрасным делам да и вот информация она послужила триггером то есть то что ажуры изложила их начали вычислять и Кисло был убит при задержании он он вообще непосредственно из центра но убит он был на севере в одном из дворов там он сидел в песочнице практически и ну вот сразу понял что его принимают как бы люди которые этим занимаются они видят когда тебя окружают граждане штатском оказал сопротивление был убит и потом кстати на месте его убийства иногда на стене трансформаторной будки появлялись интересные надписи о целях и задачах и прочее Шульц присел воеводин сидит до сих пор причем он уже в местах заключения там накуролесил так что дошло дело и до убийства ему продлили то есть у него и так практически он не имел никаких шансов выйти а теперь они практически свелись к нулю но когда Шульц откинулся с ним встретился один из главных соответственно сотрудников агентства журналистских расследований небезызвестный вам Евгений Вашенков и я бы хотел вам зачитать отрывок из интервью ну как просто кое-какие места которые меня конкретно заинтересовали вот человек отсидел пять лет по-моему ну там плюс-минус я может быть точно количество лет не скажу и с чем он вышел мне кажется диктатура буржуазно чиновного правящего класса колониальное правительство контролируемое политическими центрами находящимися за пределами страны это он характеризирует как сейчас вот кофейку здесь попить попробовать я вот по кофейням теперь знаете немножечко ударился в хипстериню Вашенков спрашивает цитирую твое издание ты трус еще не видел еще не видел ты трус если еще не видел человеческой крови коллега ничего не настораживает было некорректно когда демократ антифашист профессор Гиренко дал экспертное заключение фашизму на моем суде вообще вот эта фраза я не читал это интервью Вашенкова вообще я тогда с ним не был знаком но вот если почитать мой роман собственно это одна из поведенческих линий и вообще в принципе я не буду скрывать что тезис Паула Пазолини о том что очень часто неонациз ну вообще вот эти экстремистские националистические истории соприкасаются с какими-то сексуальными извращениями это вот послужило мне тоже одной из линий повествования он его спрашивает Вашенков по поводу убийства Гиренко было некорректно когда демократ антифашист профессор Гиренко дал экспертное заключение фашизм на моем суде Вашенков спрашивает что фашиста эксперта надо было пригласить но тот соответственно отморозился специалист Гиренко был моим политическим противником то есть Гиренко по-твоему был неискренен бремя его убеждений мешало объективности то есть он обвиняет Гиренко в том что тот был необъективен и их прекрасных пушистых замечательных белых зайчиков пытался значит обвинить в каких-то националистических экстремизмах я считаю что Гиренко был бы жив если бы государство делало все по закону потрясающий логический оборот то есть было организовано убийство ученого вот потому что государство все не по закону делает то есть смерть Гиренко прошу винить власть трудновато упрекнуть Путина в том что он лоббирует западные интересы это уже но я просто перескакив с вопроса в вопрос это вот к тому что Россия правит какой-то запад да невозможно этого не видеть нас втягивают в глобальный мир интересно как бы он Сервилович что ситуацию прокомментировал мы к этому еще вернемся значит про поводу национализма в той или иной степени идеи русского национализма думаю разделяют не менее половины населения кстати на самом деле я хочу сказать что на тот момент он может быть даже отчасти и прав но я не уверен что насчет половины но вот это знаете Россия для русских может быть люди активно не поддерживали этот тезис но где-то внутри он находил у них отклик иначе бы иначе бы они этим и не занимались потому что они это чувствовали ну вот здесь одна из мемориальных досок как раз говорит о том что здесь вот казарм или гвардия полка гринадерского они на Сенатскую площадь в Денивоставе отправились причем они встретили Николая Первого вместо того чтобы его схватить взять в оборот он им сказал ваши там на Сенатской а не на Барсу они отправились а мы с вами идем вот к той самой мемориальной доске волшебной как теперь бороться будешь и как относишься к Боровикову он погиб как воин с оружием в руках о такой смерти можно только мечтать но это собственно прокисло ты фашист? нет я не разделяю идеологию итальянских фашистов они во главу ставят государство это скорее ближе к единой России ты нацист? по убеждениям я национальный социалист за социальную справедливость для нас главное народ ну и дальше по скриптам Машенков пишет с Шульцем нельзя спорить потому что бессмысленно он дьявольски убежден в собственной святости им можно только предупреждать общество Шульц до сих пор на свободе у него есть страница вконтакте вы можете ее найти и я туда залез и что я там увидел божечки краудфандинг сбор денег на кошечек он ходит подкармливает котиков и оставил соответственно номер карты чтобы скидывали ему на корм вот это я понимаю конвершн все-таки киски они даже нациков приближают к нормальной жизни и я очень часто себя вот за последние годы особенно спрашиваю куда делись все эти парни которые вот в те года значит ходили ну мы сейчас говорим про Питер там Москва же это отдельно потому что там царь и бог Мартинкевич более того он есть есть ролики на ютюбе особенно этим любили заниматься западные журналисты потому что они приезжали и он спокойно рассказывал как он вообще кого мочил он показывал трофеи там шапку какую-то растаманскую зуб даже показывал золотой там он выковыривал да после избиения и это все сейчас есть в открытом доступе куда они делись как они трансформировались но в принципе опять-таки вот в своем романе Корень я как бы там у меня там есть пассаж еще на тот момент значит что происходит с этими людьми когда они попадают в такой бытовой оборот когда они женятся рожают детей и так далее но у меня было пару случаев когда я встречал этих ребят уже во взрослом состоянии никто никак не скажет они приличные ну я встречал довольно спортивных до сих пор да то есть они так и не бухают и в принципе почему я еще занялся этой темой потому что в заключении скажу я уже не раз говорил про стрейт-эйдж который меня спас и вот как-то раз я открываю интернет и вижу аббревиатуру SXE это аббревиатура стрейт-эйдж которая примазывается эти самые нацики вот здесь вот я понял что тадам петух в одно место клюнул с этим надо что-то делать потому что концепция строилась на здоровье нацики потому что все бухали все бухали кололись курили и так далее и конечно вот будь русским будь трезвым и все такое прочее но было прекрасный прекрасный фундамент строения своей идеологии и стрейт-эйдж для этого подходил более чем и вот тогда меня очень сильно трагернуло потому что изначально конечно стрейт-эйдж не вообще не это аполитичное движение это исключительно про музыку про панков и про здоровый образ жизни потом он к сожалению эволюционировал там и веганство и в политическую деятельность и так далее там hardline стрейт-эйдж появился так называемая вот это еще одна из причин по которой я взялся за написание данной книжки ну а доска о которой я говорил вот попробуйте догадаться что здесь она вообще может быть да что здесь с 89 по 96 год жил поэт Александр Блок очень читаемая ну вообще дизайн наших мемориальных досок это замечательно потрясающе и так далее ну а на той стороне там уже начинается империя Нобелей и у меня есть отдельный ролик в принципе про империю Нобелей и даже вот ну здесь гуляем этот кусок собственно мы показали в ту сторону и вот с левой стороны находится бизнес-центр который там сейчас нету кстати названия Нобель так назывался там я пребывал в бытной своей работе в журнале собакару а справа непосредственно особняк Людвига Нобеля я вам напоследок подставлю картинку как вся эта можно сказать слобода Нобелей выглядела раньше ну и в заключение я хочу сказать что что экскурсии у меня идут только единственное что интенсивность их конечно уменьшилась потому что ну я не знаю когда я этот ролик буду выкладывать сразу же или там через какое-то время но это вот у нас конец сентября такой волшебный просто в Питере посмотрите как я одет и мне очень хорошо вчера делал экскурсию в костюме просто взмок когда велосипедий ехал друзья мои немного о том что было рассказано и о том что было показано ну во первых по поводу этой идиотской таблички я там уже упомянул что возможно это прикол я миллион раз водил там экскурсию и честно говоря ограничивался там по парой сайтов которые объясняли всю опять-таки несуразность подобной мемориальной таблички но в этот раз решил копнуть поглубже и да выяснилось что это прикол владельцев данного бизнес центра поэтому каюсь мне не сложно взять свои слова обратно если я не прав просто я в данном случае выглядел как вот тот тупорылый комментатор который не понимает слово сарказм но согласитесь когда ты реально знаешь несколько примеров вопиющих ошибок на стенах нашего города то и это тебе может показаться вполне себе информацией которая выдается за чистую монету теперь по поводу глобальных планов на новогодние праздники Москву о чем меня уже миллион раз все спрашивали появились анонсы уже который год подряд в новогодние дни мы будем с вами гулять в Москве с экскурсиями окажусь 13-14 января а 12-го у нас концерт мы учли опыт предыдущего заезда и в этот раз выбрали вполне себе приятный папчик поэтому уважаемые жители столицы вы можете выбрать мероприятие на любой вкус в пятницу провести время под музыкальный вечер в теплом уютном помещении а 13-го 14-го как обычно суббота воскресенье по 2 экскурсии у меня будет в Петербурге мы играем 22-го числа 22-го декабря на фестивале в клубе ласточка ну и до нового года еще будет пара экскурсий приятно видеть что люди даже в такую погоду ходят и приятно видеть то что мне удается вытаскивать из теплых помещений жителей прежде всего моего родного города книга о которой я уже не раз упомянул роман корень есть у меня в продаже как на сайте так ее можно приобрести после экскурсии в этом случае я подписываю если ручка на морозе не замерзает ну а также есть еще две книги уже не имеющие отношения к художественной литературе это путеводитель Невский с перцем и книга про пиар во время русско-японской войны с ними абсолютно такая же история можно купить экскурсии и еще раз хочу сказать если вы придете на мои мероприятия зимой то пожалуйста одевайтесь тепло то есть если вы видите в анонсе минус 5 одевайтесь как будто там минус 10 и тогда будет вам счастье вся необходимая вам информация касательно моих мероприятий есть в описании под этим выпуском по ссылкам ну а что касается сегодняшней темы я еще завершу это буквально двумя отрывками из сериала улицы разбитых фонарей которые прямо в кассу совсем недавно он опубликовал в газете вечерний курьер ряд материалов о неонацистских организациях Петербурга значит в прошлом месяце угаров выдал там цикл статей про неонацистов называется фронт освобождения славян на этом все дорогие друзья оставляйте комментарии приходите не только на мои мероприятия в принципе на любые мероприятия касаемые истории замечательного города Петербурга не только Петербурга ходите на такие мероприятия в любых городах с вами был гид Павел Перец увидимся пока пока